Эти ребята только разучивают комплексы. Не всегда им хватает сноровки, гибкости и растяжки во время выступления. Не забыть бы сами движения. Как результат, 7 очков почёта и одобряющие аплодисменты друзей по команде. Куда громче хлопают этому парню? Захар Подаруев в школу-то пошёл совсем недавно, а уже подобрался к балам, которые считаются кандидатскими. За золотом на пьедестал Захар поднимался трижды, а потом ещё раз, став победителем многоборья. Впереди у Захара и других чемпионов старты более высокого уровня. Вот эти соревнования являются отборочным этапом на Сибирский федеральный округ, а дальше уже Сибирского федерального округа на Россию. Ребята первыми ста чемпионами, которые стали, они однозначно могут собирать вещи и готовиться уже на Сибирь. Битва за звание сильнейших в Сибири совсем скоро состоится в Улан-Удэ. Туда сборная региона отправится небольшим составом. Три школы боевых искусств из Барнаула и одна из Ярового представят лучших спортсменов, которые в силах оказать сопротивление и продемонстрировать высокий уровень УШУ. В нашем Сибирском федеральном округе три сильных региона, очень сильных. Это Бурятия, как раз Улан-Удэ, Новосибирск, Кемерово. Мы можем им составить конкуренцию, да, всех призовых мест мы не соберём, но побиться за призовые места мы можем. Ребята растут, может быть где-то медленно, но они растут, они подтягиваются. То есть Край у нас развивается в плане УШУ, стараемся. В статусе гостей чемпионата Края в этот раз выступили и представители Пекинской школы шаолиньского кунг-фу, для которых соревнования Федерации УШУ в новинку. Ведь по сути кунг-фу и УШУ один и тот же вид спорта, но с разными правилами и уставами. Тем не менее, спортсмены школы показали отличный результат. Другая часть спортсменов школы кунг-фу в те же дни выступила на открытом мировом первенстве по УШУ, прошедшем в Санкт-Петербурге. Противостояли им представители 28 команд из регионов России, стран Европы и СНГ. Домой алтайские ребята привезли 6 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых медали. Наталья Матвиенко, кстати, номинантка премии народного признания престиж, организованной сибирской медиагруппой, и сама показала высокий уровень мастерства, взяв по золоту в дисциплине тай-дзи-цюань и выступлении с веером. А другая представительница школы, Татьяна Лепезина, по медали каждого достоинства, став тем самым чемпионкой в многоборье. Артемий Панченко, информационный канал «Город».